Это плановый медицинский осмотр ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Волжской районной больнице. Здесь он проводится уже третий раз за год медиками из областного госпиталя для ветеранов. Они регулярно выезжают на такие осмотры во все районные больницы. С пациентами работают несколько узких специалистов, в том числе гериатор и хирург. Также в составе бригады социальный работник. Год 75-летия Победы, и поэтому мы стараемся максимально усилить эту работу. В соответствии с поручением губернатора, который считает необходимым, это правильно, дойти до каждого и обратиться внимание сейчас, особое внимание к этим людям. Такие выезды в районы области проходят уже несколько лет. В прошлом году для ветеранов войны провели более двух тысяч медицинских консультаций. В этом году губернатор области Дмитрий Азаров поручил организовать медосмотр каждого участника Великой Отечественной в регионе. Для тех, кто не сможет прийти в больницу, осмотр проведут на дому. Как в случае с ветераном Иваном Константиновичем Ковалевым. Ему уже за 90, но несмотря на годы, держится молодцом. Отлично, конечно. Чего же плохого этого. Это все хорошо. Я не на что я не жалуюсь. Сегодня у нас, в общем-то, плановая работа. Мы по четвергам еженедельно выезжаем в районную область для гериатрической оценки наших пожилых ветеранов. Для того, чтобы улучшить качество наших гериатрических больных, качество жизни. Специалисты выдают медицинские рекомендации и оценивают, нужна ли ветеранам какая-либо помощь. Тех, кто нуждается в оперативном лечении, направляют в областной госпиталь. Напомним, одним из ключевых направлений послания президента России Владимира Путина является подготовка к юбилею Великой Победы и забота о ветеранах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов. События.